Знешний гандлёвый оборот помеж Гомельщиной и Литовской Республикой за 7 месяцев этого года меньше 85 миллионов долларов, экспортный компонент – 70 миллионов. По оценкам экономистов, личбы невеликие. И если литовские бизнесмены виноватят в этом слабую знешний гандлёвую активность наших предприемств, то в региональном отделении Белорусской гандлёво-промысловой палаты лечить, что складанности возникают в том лику за непромого соседства Гомельщины с Литвой. Бо пропоновать то, что гоняма у Гродна альбо Минску, складана. Наш же интерес сегодня во встрече подчеркнуть именно и выделить сотрудничество торгово-промышленных ремесленных палат Литвы и Гомельского отделения торгово-промышленной палаты, потому что я признаю, что, к сожалению, оно не настолько активно, как активно у наших региональных палат, которые находятся на границе с Литвой. Естественно, транспортное плечо имеет значение, но нам очень хочется активизировать это сотрудничество. До речи, в перспективе в областном центре может появиться совместное литовское-белорусское предприемство по вытворчасти шклопакетов. Босувязи с Гомельшклом развиваются поспехово. Зараз заключено черговое бойное погоднение. А кроме того, сирот лидеров по экспорті продукции у Литовскую республіку – белорусские металургічные и речицкие метизные заводы. Вращается вопрос об выходе на гетеринок техники Гомельмаша. В уголе литовцы с цикавостью воспринимают любые серьезные пропоновые. Все интересно, конечно, от металла, от стекла, от волокна, строительные материалы, отделочные. У вас это все есть, химические заводы, так что это очень много спектра, надо просто найти только партнеров. У сустречи, что отбылась у Гандльова промысловая палата, удельничали и представники шероху бойнейших предприемств региона. Кожный отримал махчимость рассказать об своей продукции, ды так, как зацекавить у ее набитки потенциальных импортеров. Вядома, что до 60% белорусских товаров треба экспортовать. Это агульная задача для усяго промыслового сектора экономики. Мы хотели бы увеличить объемы поставок, найти новые предложения, потому что в Беларуси предприятия тоже развиваются. И мы должны успевать за тем, что производится новое, экспортоориентированное. Скажем, востребованная продукция. Наступная встреча с литовскими промысловцами отбудется уже в этом месяце. Представники жильево-коммунальной господарки Гомельской области наведуют Литву и ознайомятся с процессом сортования коммунальных доходов. А в листопаде бизнесмены нашего региона побывают на объектах, где тепловая энергия выпрацовывается с допомогой биомасы. Далее, что этот опыт будет надзвучи корыстным. Возвободному эксплуатацию беларуской атомной электростанции требует не только нарушивать споживание электроэнергии и уменьшать применение газа, но и активно выкористовывать биомасы. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, Телерадо, компания Гомель.